И шквал возмущения русскоязычной общественности, и родителей, и школьников, власти Татарстана не только отказываются идти на уступки, но и применяют репрессивные меры в отношении недовольных. Куда поставил всю эту сволочь, извините, которая занимается геноцидом и русофобией Владимир Владимирович Путин? Вот он и есть организатор межнациональных конфликтов и возбудитель этих конфликтов и взаимной ненависти. Ненависть будет, куда же она денется? Татарам стоит подумать, стоит ли им поддерживать Владимира Путина, который возбуждает ненависть между татарами, 5% от населения России, и русскими, 85% населения России. Выгодно это татарам? Если выгодно, идите к Путину, идите к Путину, но потом будем разбираться уже в жестком порядке, кто вас там наталкивает на русских и кто из вас участвовал в русофобских действиях, которые были инспирированы путинским преступным режимом. И тут же одновременно происходит история, такую развесистую клюкву нам предлагают, и вот арестовали человека, который раньше был судим, и пытаются превратить его в такого маньяка, который охотится на каких-то инородцев. Вот читаю письмо его матери Ермолаевой Ирины Томасовны. Прошу разобраться в непроверных действиях сотрудников полиции и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ Абдрахманова РМ в отношении моего сына Малахова Ермолаева Ростислава Петра Александровича, то есть, видимо, у него менялась имя и фамилия, Малахова Ростислава Александровича, 93-го рождения, и привлечь виновных к ответственности. 6 марта 1917 года в дверь в квартире постучали, сын пошел открывать, потом сразу зашел со словами «Мама, дай мой паспорт». Я вернулась, чтобы взять его паспорт, он лежал на открытой полке, а он развернулся и открыл дверь. Я следом за ним вошла с паспортом, дверь мне перегордел, человек ростом метр восемьдесят, широкоплечий, и я протянула ему паспорт, он сказал, что не надо. Тут я увидела, что моего сына согнули пополам, двое выворачивая руки наверх, а третий в форме полиции стоял рядом, четвертый в штатском, который перегораживал мне путь, постоянно повторял «Зайдите домой», при этом паспорт сына был у меня в руке. Я закричал, что это провокация, сын в ответ попросил позвонить правозащитнику Архипову, и его быстро стали спускать вниз. Закрыл дверь и взяв свой телефон, время на телефоне было 2347, чтобы сфотографировать номер машины, которая была белой, и быстро отъезжала от подъезда. То есть за минуту похитили, то есть за одну минуту моего сына похитили. Эти сотрудники мне не показали ни одного документа, эти сотрудники не взяли паспорт сына, хотя я протянул человеку в штатском, перегородившему мне выход из квартиры. Эти сотрудники не дали одеться моему сыну, он был одет в махровый халат, сланцы, трусы, пояс от халата остался лежать на площадке этажа. Ночью на улице была минусовая температура. Я сразу же позвонил его мастеру, и он сразу же приехал, подвозь меня в местный отдел полиции Новосавинского района города Казани, чтобы я написала заявление о похищении сына. Но заявление не приняли и сказали, что нет следователя. Ну, то есть знали, что все это происходило, безобразие. 7 марта с 8 до 10 утра я снова была в местном отделении полиции, чтобы все-таки написать заявление на похищение сына. Мне сообщили, что мой сын находится в ИВС номер 1, задержан согласно статье 91 УПК. Дали номер телефона, позвонили, мне подтвердили эту информацию. То есть я сама выяснил, где мой сын. При этом нарушена 96-я статья УПК. Никто не сообщил мне о задержании сына. Как потом я выяснил у дежурного адвоката, моего сына задержали по подозрению в убийстве студента из Африки 16 февраля 2017 года в Казани. И за разгром памятника на татарском кладбище в ночь на 8 сентября 2016 года. Хотя 18 февраля 2017 года к нему на работу приезжали двое сотрудников ЦПФ, в том числе по фамилии Гасанов. И вели видеосъемку, показывающую, что мой сын в это время находился на работе. Провели обыск, все при понятых, что изъяли, было под слоем пыли. То есть к этим вещам давно никто не прикасался. Взяли показания и отпустили. И никаких больше вопросов не было. Ну вот такая история всякими безобразиями пишет еще мать задержанного. Мой сын ранее был судим на 4,5 года. Наказание отбыл полностью, освободился и сразу же начал работать. Через полгода пришел участковый, объяснив, что так положено каждые полгода брать характеристику с места работы. С соседями хорошие отношения. И к нам домой сотрудники полиции больше не приходили. Ему дали надзор 3 года, который он ни разу не рушал. Сменил фамилию, имя, начал новую жизнь. Работает одновременно, учится в вечерней школе в 12 классе, чтобы сдать ЕГЭ. Так как у него два курса колледжа. Работает учеником в автосервисе. Под видеокамерами мой сын практически 7 дней в неделю даже и даже не ночевал. Все время находился на работе. Это его хобби. Но ведь нужен кто-то, чтобы был непременно нацистом, непременно из русских людей. Ну уж раз один раз оступил, зато давайте мы будем на него вешать всех собак. Вот такая развесистая клюква организуется в Казани. Госдума отказалась организовывать проверку по данным расследования фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Медведеве. История уже так обросла разными эпизодами. Там уже и Путин на ней оттоптался, что вот всякие авантюристы там. И Медведев назвал авантюристами тех, кто рассказал о его наворованных капиталах. Но ничего по существу не ответил. Ну как будто трудно было сказать. Вы знаете, все это не мое. Там что-то показывали. Вот это, это. Я не знаю ничего об этом. Это не моя собственность. Он сказал, ну какие-то там авантюристы, что-то там такое делают. Ну, полное безобразие. Полное бесстыдство. Полное бесстыдство. Путин и Медведев. Вот это тени толка из этих двух тандемов. Ну кто-то говорит, давайте мы Медведев. Да надо обоих. И всю их кодлу, всю их шайфу сворачивать в трубочку и отправлять в места не столь отдаленные. Это преступники. Это воры. Воры самые масштабные за, может быть, целый 20-й и кусок 21-го века. Такого воровства еще человечество не знало. Вот Путин с Медведев. И Медведев это рекордсмены. Вот они по совокупности все свои банды украли столько, что, ну, наверное, хватит на всю последующую историю России. Вот такого воровства не было никогда, наверное, никогда не будет. Но надо скорее пресекать это безобразие. Надо скорее это пресекать. Поэтому русским надо объединяться и вкладываться в то, чтобы, наконец, освободить свою родину от этого варья. 5 апреля Госдума приняла решение на пленарном заседании, что она не будет рассматривать вопрос о том, чем там занимался Медведев и откуда у него собственность. То есть глава Комитета по безопасности противодействию коррупции Пискарев заявил, что, правда, в своей деятельности ему неоднократно приходилось иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК. А не одно его так называемое расследование, в том числе, и последнее не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более с борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Так сказал единоросс. Ну, скорее всего, сам тоже варюга. Но то, что соучастник в преступлениях, это уж никаких сомнений нет, глава Комитета по безопасности. Вы знаете такого Пискарева? Я не знаю. Впервые слышу вообще такую фамилию. А Медведев прокомментировал обвинение, которое в его адрес выдвинули сотрудники ФБК. По его словам, подобного рода материалы выгодны тем, у кого есть вполне конкретные политические цели. Конечно, есть политические цели. Вот у меня, например, есть политическая цель, чтобы Путин и Медведев сидели в тюрьме, а не на высших государственных должностях. Вот поэтому я тоже задаю вопрос. Дмитрий Анатольевич, откуда все это богатство? Не отвечаете? Все ясно. Следовательно, вы должны быть немедленно арестованы, препровождены в места не столь отдаленные, и дальше должно начаться расследование. Ну, этого сейчас не получается. Но как только будет русская власть, это будет сделано мгновенно и немедленно, где бы вы ни находились. Вас найдут, посадят в тюрьму и заставят ответить по всем эпизодам. А это мелочевка, которую там Навальный нашел. Это пустячок. За вами такие преступления, что когда мы их огласим, у людей волосы на голове зашевелятся. Зачем лечить, если задача уничтожить? В 2000 году в стране работало 10,7 тысяч больниц. В 2015 году их количество существенно уменьшилось, и осталось их 5,4 тысячи. 5,4 тысячи из 10 тысяч 700. Эксперты подчеркнули, что если закрытие больниц будет идти такими темпами, то в 2022 году, почему такая дата, не могу сказать, Российская Федерация по числу больниц сравняется с Российской империей по данным на 1913 год. Ну, тогда-то лечили в этих больницах, а теперь-то уже нет. И было их тогда 3 тысячи. Да, эти темпы, скорее всего, сохранятся. Нужно уничтожить народ. Зачем больницы? Какие больницы? Поликлиники надо закрыть. В то же время оставшиеся больницы могут принять меньшее количество пациентов из-за недостатка коек, которых за 15 лет стало меньше на 27%. А если брать данные только по сельской местности, то на 40%. Поликлиник также стало меньше на 12,7%. Было 21 тысяча, стало 18 тысяч. Нагрузка на каждую из них возросла на 20%. Ну, и поэтому и врачей надо поменьше. Ну, пусть работают больше. Работайте, негры. Солнце еще высоко. Церковь самозванцев, к сожалению, у нас то, что называется церковью, это московская патриархия, это опора олигархии. В Самаре студентов сняли занятия, чтобы провести на лекцию о вреде революции, которую прочитали священники РПЦ. Большое спасибо. Сами люди не могут сориентироваться. Ну, а если вы обслуживаете нынешний режим, то ж вам поверят. Вот здесь прочитаю одно письмо, которое мне переслали и попросили ответить. Хотел бы спросить у вас. Сейчас в армии в обязательном порядке вводят так называемые персональные электронные карты военнослужащих, при фотографии, на которые вроде бы наносят штрих-коды на лоб. Мы, контрактники, отказались. Отказаться от них не можем, и процедура увольнения сейчас непростая. Порой военных отказываются увольнять в связи с неспокойной обстановкой. Значит ли это, что получая волей-неволей эту карту, мы автоматически присваиваем себе число зверей, и спасения для нас уже не будет. Как быть в этой ситуации? Ведь военные люди подневольные. Что делать в этой ситуации? Бежать из госслужбы? Не принимать всеми силами, пока сами не уволят? Если срочники, когда приходят в военкомат, подписывают соглашение об обработке персональных данных, то нас не спрашивают, заставляют в приказном порядке. Что делать? Уже не знаю, у кого спросить совета. Ну вот всем людям, которые в такую ситуацию попадают, надо действительно не принимать всеми силами всю эту бесовщину. Вам какую-то карточку протягивать, вы ее берете, уходите, потом спускаете в унитаз. Если вас приглашают там, чтобы как-то вас фотографировать, не приходите. Ну просто не приходите. Весь этот бред надо просто преодолевать в себе. Что значит вы подневольные? Вы бросили все, что вам дали в руки, на пол, и все. И попробуйте вас заставить это взять. Что значит вы подневольные? Нельзя служить бесу. Просто отказывайтесь от службы, которая претит вашим нравственным установкам, вашим религиозным убеждениям. Кто может служить, кто может уклониться от всей этой бесовщины? Ради Бога. Спасайте Отечество. Спасайте Отечество всеми силами. И душу свою, разумеется. Но если вас ставят в положение, когда вы душу погубить свою должны, отказывайтесь всеми возможными силами. Ну вот, пожалуй, все сюжеты, которые я сегодня хотел осветить и рассказать о них, будут новые. Вообще-то нам надо чаще встречаться не через экран, а все-таки надо встречаться в реале. Потому что время наступает горячее. Этот режим падет. Кто-то должен будет спасать страну. Кто-то должен ее будет поднимать. Кто-то должен будет добивать всю эту нечисть олигархическую. Нам надо объединяться. Русские организации, вступайте немедленно. Надо это делать сейчас. Надо работать в сети, объединяться в социальных сетях. Потом встречаться в реале. Потом проводить публичные акции. Ну вот что произошло, что люди, когда должны были провести русскую весну, вот все какие-то вялые, недоделанные, все какие-то уставшие, все перепуганные. Что произошло? Надо восстанавливать потенциал русского движения. Слава богу, вся вот эта нечисть, которую нам подсунули в виде фальшивых лидеров, разбежалась куда-то. Ее снова будут к нам впихивать. Ну, надо всеми возможными способами от нее избавляться. И следовать главной русской задаче России, русскую власть. Русское национальное государство. Мы его создадим. Ну, надо заниматься этим каждый день. Надо заниматься этим каждый день. Пусть на копейку, пусть на 2-3 слова, но тем не менее каждый день. Если вы этим не занимаетесь, значит не будет заниматься никто. Кто-то должен от себя брать ответственность. Россия – русскую власть. Русская власть.